Давайте напишем программу, которая будет копировать строку. Я уже начал, написав запрос к пользователю на ввод чего-либо или say something. Далее я вызвал функцию getString, сохраняя результат ввода в переменную s. Ниже я проверяю, чтобы значение s не было нулевым. Далее давайте сделаем копию переменной s. Для этого создаем новую переменную t и сохраняем в нее значение s. И потом с помощью функции printf я информирую, что собираюсь сделать эту копию с большой буквы. Далее проверяем, является ли длина t больше нуля, чтобы я случайно не пытался несуществующую букву сделать большой. Далее я изменяю значение t в квадратных скобках 0 на результат функции toUpper, которая делает маленькие буквы большими. И передаем ей значение t в квадратных скобках 0. В завершении я выведу на экран начальное значение, которое сохранялось в переменной s. А потом я выведу значение копии, которое сохранено в переменной t. И когда я скомпилирую и запущу эту программу, то я надеюсь увидеть введенные мной данные, после которых будет находиться копия напечатанная с большой буквы. Но давайте это проверим. Пишем make copy 0, потом .slash copy 0, и я введу данные, скажем, слово hello, но только с маленькой буквы, после чего нажму enter. К сожалению, и оригинальное, и скопированное слово hello написано с большой буквы h. И это точно не то, чего я ожидал. Наверное, когда я хотел, чтобы значение из переменной t выводилось с большой буквы, я то же самое сделал и для переменной s. Но я же, чтобы этого избежать, сделал из переменной s копию и сохранил ее в t. Естественно, здесь что-то не так, но как это можно исправить?